Благословение Господне да пребывает со всеми почитающими воскресный день и день памяти Ижевосвятых Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чувотворцев. В тропаре святителю Николая мы прославляем его как правило веры, образ кротости, учителя воздержания, но всего этого не было бы, если бы он не был бы человеком молящимся. То есть каждый христианин прежде и больше всего это человек молящийся Богу. И плодом молитвы является как раз вот та благочестивая жизнь, которую мы видим святителю Николая, архиепископа Мирликийских Чувотворцев. Поэтому я предложу вам сегодня несколько глубоких мыслей святителя Игнатия Бринчанинова из его статьи о молитве первого тома его творения, который называется «Аскетические опыты». Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Только Дух может остановить волну ума, разбегающуюся повсюду, сказал святой Иоанн Лествичник. Другой достоблаженный Отец сказал, когда с нами умиление, тогда с нами Бог. «В молящемся человеке молитвы, преуспеяние в молитве, сперва начинается проявляться особенным действием внимания. От времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее. Ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделывает человека храмом молитвы, храмом Божиим. «Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Когда соделаешься таинственным священнослужителем молитвы, тогда взойдешь в Божий храм и оттуда наполнишь священным огнем кодильницу молитвенную. Огонь нечистый, слепое вещественное разгорячение крови, воспрещено приносить пред Всесвятым Богом». Священный огонь молитвы, заимствованной из Божьей скинии, святая любовь, изливаемая в истинных христиан Духом Святым. «Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение уже есть самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы, истинное покаяние. Ты будешь стянать перед Богом и будешь выпиять к Нему молитву из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося. Будешь вопить, как из темницы, как из гроба, как из ада. Покаяние рождает молитву, а в сугубом количестве рождается от дочери своей. Наслаждение в молитве – исключительный удел святых избранников Божих, обновленных Святым Духом. Кто, увлекаемый порывами крови, увлекаемый тщеславием и сладострастием, сочиняет сам себе наслаждение, тот находится в горестном самообольщении. К такому сочинению очень способна душа, омраченная жительством по плоти, душа, обманутая и обманываемая своей гордостью. Ощущения, порождаемые молитвой и покаянием, состоят в облегчении совести, в мире душевном, в примирении к ближним и к обстоятельствам жизни, в милости и сострадании к человечеству, в воздержании от страстей, в холоде к миру, в покорности к Богу, в силе при борьбе с греховными помыслами и влечениями, этими ощущениями, в которых, однако же, вкушение надежды спасения, будь доволен. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов. Они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему воображению. Действие Святого Духа, от которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского. Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от всей крепости твоей. Спросишь, что это значит. Этого нельзя иначе узнать, как опытом. Старайся постоянно заниматься внимательной молитвой. Внимательная молитва доставит тебе разрешение вопроса блаженным опытом. Тягостным, скучным, сухим представляются молитвенные поводы для ума, привыкшего заниматься одними тленными предметами. С трудом приобретается навык к молитве. Когда же приобретается этот навык, тогда он делается источником непрестанного духовного утешения. Молитва, как уже сказано выше, «Мать всех добродетелей». Стяжи мать, с ней придут и дети ее в дом души твоей, соделают его святилищем Божьим. Предначинанием всякого дела принеси молитву Богу. Ею привлекай благословение Божие на дела твои, и ею суди дела твои. Помышление о молитве останавливает отдел противных заповедям Божьим. Кто перед всяким делом и словом обращается молитвой к Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жизнь свою, как бы перед взорами Бога, под его руководством. Навык такому поведению удобен. «Ничего нет быстрее ума», — сказал в Арсенофе Великий, «ничего нет удобнее, как возводить при всякой встречающейся нужде ум к Богу. В трудных обстоятельствах жизни учащай молитвы к Богу. Вернее прибегать к молитвам, чем к пустым соображениям слабого человеческого разума, соображениям, которыми по большей части оказываются несбыточными. Вернее опереться верою и молитвою на всемогущего Бога, чем шаткими соображениями и предположениями на свой немощный разум». Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.